Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях. Первый звонок прозвучал в обновленной средней школе номер 23. 67 миллионов тенге было выделено на капитальный ремонт здания. В течение трех лет будут приведены в порядок все школы Карагандинской области. Открытие памятного знака Караганда, Центр Евразии, фестиваль рок-музыки, народные гуляния. Шахтерская столица отметила День Конституции Республики Казахстан. Спустя 13 дней, проехав 5220 километров, участники автокаравана вернулись в Карагандинскую область. Автомобильное путешествие было посвящено 350-летию Казбек-Би. 30 августа 1995 года независимая Республика Казахстан в ходе республиканского референдума утвердила новую Конституцию. Сегодня этот день является государственным праздником. Торжественное вручение удостоверения личности юным казахстанцам, а также торжественное бракосочетание провели в Карагандинском Доме Дружбы во время празднования Дня Конституции. Призю Республиканской дистанционной Олимпиады. 16-летняя Ульяна Макенцева приехала из Тимиртау специально на торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции, для того, чтобы стать обладателем первого взрослого документа удостоверения личности гражданина Республики Казахстан. На сцене также были вручены свидетельства о браке трем парам. В торжественном собрании, посвященном Дню Конституции, приняли участие депутаты, государственные служащие, представители этнокультурных центров, рабочие, врачи, преподаватели и представители молодежных объединений. Со словами поздравлений выступил Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Он отметил, что, согласно Конституции, высшей ценностью Республики Казахстан является человек, его жизнь, права и свободы. Мы приняли правила, по которым живем все эти годы. Правила, по которым высшими ценностями является человек, его жизнь, права и свободы. И это стало гарантией мира, согласия и благополучия нашей страны. Глава государства однажды сказал, что с события 1995 года, когда принималась Конституция, мы можем картовать как выбор исторической судьбы нашим народом. Глава региона наградил оперуполномоченного военной полиции войсковой части 55-16 регионального командования Орталык лейтенанта Околбека Конурова, юбилейной медалью 25 лет вооруженным силам. Талант Медец, Жулдыс, Абишева, Айнур Жазыкова и Газиз Такешев стали обладателями почетных грамот Акима области. Торжественное собрание, посвященное Дню Конституции, завершилось концертной программой. Андрей Тент, Олеген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 20 миллиардов тенге необходимо только для замены кровли в учреждениях образования Карагандинской области. Такие данные были приведены на августовском совещании учителей. В нынешнем году удалось отремонтировать 100 школ и детских садов. На работы было потрачено более 4,5 миллиардов тенге. Около 70 миллионов тенге было выделено средней школе номер 23. Именно здесь Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов поздравил школьников с началом нового учебного года. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов уже посещал среднюю школу номер 23 в конце марта. Учителя жаловались на отсутствие ремонта. Глава региона побывал в классных кабинетах, в школьной столовой и в спортивном зале. Капитального ремонта здесь не было уже десятки лет, а учитывая, что школа работает в три смены, остается удивляться, как здесь учатся дети. Но за лето ситуация изменилась. Это тот же спортивный зал. Вот только выглядит он теперь намного лучше. По поручению Акима области на ремонтные работы было выделено 67 миллионов тенге. Я второй раз в этом году в этой школе. И на сегодня душа радуется. Мы видим, какие изменения происходят здесь. По поручению главы государства у нас по области на сегодня делается много по развитию сферы образования. И такие ремонты и укрепления материально-технического оснащения происходят практически во всех школах. И в течение... Мы недавно об этом с педагогами вашими подробно говорили на августовской конференции. И те наши намерения, те наши планы, которые мы обговаривали, это все будет нами, местными органами власти, будут выполнены. В здании, произвели облицовку первого этажа керамогранитом, провели ремонт всех санузлов, столовой и спортзала. Установлены новые двери, как входные, так и на этажах и многое другое. Кроме того, благоустроена пришкольная территория. Особое внимание уделено повышению энергоэффективности здания. Также параллельно у нас шла ремонтная работа по международному гранту по энергосбережению, где были сделаны работы. Это замена 100% окон, это замена кровли, заделка швов, это полностью замена светильников на энергосбережающие лампы. Это для того, чтобы экономить воду, было поставлено сенсорные краны. Все это, естественно, результаты увидим в течение месяца. Выступая перед учениками и педагогическим составом школы, Ерлан Кушанов пожелал учителям не только давать знания, но и воспитывать в школьниках самые лучшие качества. Особое внимание глава региона уделил первоклассникам. Сегодня особый день, волнительный день для наших первоклассников. Для них открывается новая страница в их жизни. Я пожелаю, чтобы это время было наполнено удивительными открытиями и получением больших, хороших знаний. Преображение школ оценили не только учителя и школьники, но и родители учеников. Многие из них сами учились здесь же. Родители признали, что были приятно удивлены. Прям вообще не узнали мы все. Школьникам, чтобы они хорошо учились, получали пятерки и слышали свечелесие. Всем успехов в начинаниях, всего-всего, самого-самого. Очень трогательно, приятно, что у нас такое время, когда дети могут получить достойное образование. Областные власти заявили, что капитально будет отремонтирована каждая нуждающаяся школа Карагандинской области. Потребность в ремонте составляет более 20 миллиардов тенге. Только замену кровли требуется провести более чем в 250 организациях. Эту масштабную работу планируется провести в течение трех лет. С тем, чтобы в каждой школе первый звонок звучал в обновленных стенах. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области через месяц ожидается возможный дефицит бензина. Пока что наиболее остро нехватку топлива почувствовали на себе отдаленные районы Жисказган, Сатпаев и Улытау. На аппаратном совещании Аким Жисказгана Батерлан Ахметов сообщил, что в резерве город имеет 10-дневный остаток бензина. Топливо перестало реализовываться по талонам. На настоящий момент бензин отпускается в объеме 20 литров одному водителю. В Жисказгане бензина осталось на 10 дней. Об этом на аппаратном совещании в областной администрации в ходе онлайн-конференции сообщил Аким Жисказгана Батерлан Ахметов. Однако Акима Карагандинской области Ерлан Кушанова такое положение дел не устроило. Друзья, наш победитель у нас на 10-дневный остаток бензина есть. На сегодняшний день... 10-дневный остаток бензина. Веческазган стоят. Недавно, что Акима области, в котором машину бензина просто это... Кто собираетесь... А потом уже... Аким не занимался. Причины создавшейся ситуации постарался разъяснить заместитель Акима области Алмаз Айдаров. В частности, он сообщил, что нефтеперерабатывающие заводы Ватерао и Павлодаре ремонтируются в плановом порядке. Бензина на нефтебазах в Караганде достаточно. Единственная проблема – регионы не знают свою суточную норму. А, возможно, дефицит топлива в нашем регионе возможен только через месяц. По итогам обсуждения, Ерлан Кошанов объявил замечание Акима Жасказгана и дал ему сутки для решения ситуации. Также он поручил заранее заполнить все имеющиеся емкости бензином. На аппаратном совещании также шла речь и о подготовке теплоисточников к новому отопительному сезону. Здесь на особом контроле работа темиртаусской станции ТЭЦ-2. Только с начала года 16 раз был аварийно остановлен котел номер один. Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов в марте посещал ТЭЦ-2. Руководители компании сообщили, что котельное оборудование требует не просто ремонта, а комплексной модернизации. Глава региона призвал компанию Арселору Миттал Тимиртау не допустить повторных аварий в будущем отопительном сезоне. На подготовку к следующему отопительному сезону предусмотрено 2 миллиарда 100 миллионов тенге. Торговая сеть Скиф поздравляет с праздниками и желает всем хорошего настроения. С 28 августа по 10 сентября представляем наши праздничные акции. Масло подсолнечное шедевр 1 литр 359 тенге. Лапша безбармачная Кэмми 250 грамм 99 тенге. Детский сок Агуша 200 миллилитров 99 тенге. Конфеты Альпинголь 180 грамм 849 тенге. Скиф. Просто сравни цены. В Караганде появилась новая достопримечательность – памятный знак Караганда – центр Евразии. Он появился на набережной Центрального парка. В день Конституции его открыл аким города Нурлан Аубакиров. За годы независимости Казахстан изменился до неузнаваемости. Экономика растет, развивается общество. Государство стало полноценным членом мирового сообщества. Все, что мы имеем, стало реальным воплощением принципов и положений главного закона Республики Казахстан. Конституция стала первоисточником, основой всех законов, гарантирующих постоянное развитие и непрерывный рост нашего государства. Главный документ страны утвердил единство народа, объединил на казахстанской земле граждан всех этносов, связанных общей исторической судьбой, которые уже более третий века живут в мире и согласии, под общим флагом независимости, что является наивысшей ценностью основного закона. 22-й день рождения Конституции карагандицы отметили, как всегда, с размахом. Помимо официальных выступлений, жители жахтерской столицы стали участниками рок-фестиваля «Жастар-Алем», который прошел на набережной Центрального парка культуры и отдыха. Изюминкой празднования стало открытие памятного знака «Караганда. Центр Евразии». Первым встал на центральную точку континента Аким Караганды Нурлан Аубакиров. Ну а инициаторы установки знака сразу говорят, что неверующие могут сами проверить, является ли Караганда центром Евразии. Если посмотреть на карту мира сверху с контуром Евразии, то Казахстан находится примерно в середине этого континента. Карагандская область находится в середине Казахстана. Город Караганда в середине области. Центральный парк – это центр нашего города. Настроение в этот день у всех было приподнятое. День солнечный, очень приятный, как совпало все. И вот сегодня открыли памятный знак, центр Евразии, и все вот со всем этим поздравляю наших земляков. Все достижения нашей страны так или иначе связаны с главным ориентиром для всех казахстанцев – Конституцией. Основной закон дает нам право учиться, трудиться, защищать наши свободы и демократию. Сергей Высокозов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Свыше 5000 километров проехал автокараван, посвященный 350-летию Казбекби. Он стартовал в селе Егандабулах Каркаролинского района 19 августа. На протяжении 13 дней его участники посетили более 10 населенных пунктов Казахстана и Узбекистана. В состав автокаравана вошли активная молодежь, творческие и общественные деятели, ученые и историки. Всего 28 человек. Спустя 13 дней, проехав 5220 километров, участники автокаравана вернулись в Карагандинскую область. 19 августа участники стартовали из села Егандабулак Каркаролинского района. Именно на родине Казбекби прошли основные торжественные мероприятия, посвященные его 350-летнему юбилею. На протяжении всего маршрута автокараван посетил более 10 населенных пунктов Казахстана и Узбекистана. Завершающий пункт – Караганда. Участников автомобильного путешествия встретили у монумента Казбекби. Президент нашей страны Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем послании ставит акцент на модернизацию общественного сознания. Очтить предков, дорожить их творением и еще сотни лет учить то, что они оставили после себя – это первый шаг к духовному развитию. Главной целью автопробега стала пропаганда программной статьи президента Рухани Жангару и укрепление образа личности Казбекби как великого политического деятеля и выдающегося оратора в сознании казахстанцев. Сегодня большой праздник для всех жителей страны. И среди них, именно для карагандинцев, этот день станет знаменательным. Буквально вчера мы организовали большой той в честь Казбекби. Сегодня подошел к концу наш автопробег. Участники автокаравана посетили святые места, среди которых места захоронения всех трех великих казахских биев. В рамках автокаравана проходили митинги, встречи с населением и концерты. Всего удалось охватить аудиторию численностью свыше 30 тысяч человек. Под занавес встречи участники двухнедельной экспедиции были награждены благодарственными письмами. По итогам проведения автокаравана готовятся к выпуску книги и документальный фильм. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. В качестве ключевого проекта модернизации общественного сознания в программной статье президента страны Нурсултана Назарбаева предлагается проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке». Какова динамика развития реформы системы образования в Казахстане? Расскажет Сергей Высокосов. Президентское обращение с программным размышлением о будущем казахстанского общества через культуру и духовность сегодняшняя стратегическая задача. Особое внимание глава государства вновь обращает на роль школы и университетов в целом образования. Ведь вуз и школа – это государственная структура, где молодежь проходит первые уроки социализации. И очень важно, чтобы эти уроки были ценными. Именно поэтому в Казахстане реализуется программа развития системы образования в современных условиях, рассчитанная до 2020 года. Она должна поднять образовательный уровень в стране до мировых стандартов. Это начальные этапы развития нашего образования в системе мирового образовательного процесса. Но президент сказал, что в современных условиях, чтобы выжить, надо измениться. Как надо измениться? Измениться в том направлении, где в своем послании президент выдвинул новую идею о модернизации, третьей модернизации Казахстана. Эта система модернизации предполагает, одно из направлений является модернизация высшего образования, вообще образовательного процесса в Казахстане. Сегодня необходимо обратить особое внимание на гуманитарную составляющую образования. Именно она способна развивать духовность в молодом сознании. Независимо от технического, филологического, исторического или экономического направления обучения, гуманитарные и общественные науки воспитывают молодежь для решения глобальных задач по развитию демократического казахстанского общества, способного войти в тридцатку наиболее развитых стран мира. Воспитание студенчества идет в аудиториях. Для этого во всех вузах будут восстанавливаться или создаваться заново кафедры гуманитарных и общественных наук. Для этой цели реализуется программа 100 новых учебников на казахском языке. В программной статье президента Назарбаева ставится новая задача – необходимость организации перевода учебной литературы на казахский язык на системной основе в рамках специальной государственной программы. Создается независимое бюро перевода. Сегодня студенты, занимающиеся изучением технических специальностей, составляют 54-56% от общего числа обучающихся. На государственном казахском языке обучается 62% студенческой молодежи. Поэтому перевод лучших 100 учебников мира, которые написаны, допустим, на английском, на французском, на казахском, на китайском языках, на испанском языках, на русском языках, они мы должны перевести на казахский язык. При этом преследуются такие цели и задачи. Во-первых, концептуально меняется подход к переводу и написанию, таких учебников в области гуманитарного знания. Школа и вуз – это нацобразующая структура. Это духовная основа казахстанской идентичности. Вот почему в образование, во все его структуры, следует вернуть главный принцип – обучая воспитывать нравственного человека. Сергей Высокосов, Андрей Тен, Первый, Карагандинский. Три дня на побережье Самаркандского водохранилища провели 40 представителей активной молодежи Караганды. Выездной лагерь «ЖАСАКТИВ-2017» провел молодежно-ресурсный центр совместно с молодежным крылом «ЖАСОТАН» при поддержке Акимата Караганды. Асылан Смогулов – ученик 10-го класса Карагандинской школы номер 62. Однако помимо этого юношей является еще и депутатом молодежного маслехата, а также председателем комиссии по вопросам культурного развития. Главной своей нынешней целью считает развитие Карагандинского региона. И начинать нужно с малого, считает Асылан. Лично я участвовал с пятью депутатами молодежного маслехата в акции «Ардагвим Ардагерем». И мы помогали пенсионерке, дружнице Цилла в огороде. Огород ей спахали, потом покрасили окна, забор и так далее. Также депутаты молодежного маслехата помогали зимой убирать снег, вынести мусор и купили продукты. Вообще стоит отметить, что в работе выездного лагеря «ЖАС-Актив» приняли участие представители самой активной молодежи Караганды. Организаторы так обозначили основные цели – знакомство и сплочение, а также воспитание патриотизма, обмен знаниями и опытом. В программе у нас запланировано проведение тренингов на команды образования для сплоченности коллектива, группы. Далее у нас есть замечательные семинары специально в правильном направлении для составления социальных проектов. Программа лагеря включала в себя не только тренинги и семинары, но и различные конкурсы и соревнования. Одним из ярких и запоминающихся стал конкурс «Жигит Султаны», в котором юноши соревновались за звание лучшего жигита. Во время проведения лагеря участники разрабатывали собственные социальные проекты, которые были высоко оценены комиссией. Участники отметили, что данный выезд оказался хорошим зарядом энергии и положительных эмоций перед началом учебного года. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Обучение английскому языку в кратчайшие сроки стало реальным в лаборатории результативных знаний ДНК-студио. Приемлемые цены, интенсивная индивидуальная программа обучения, секретные технологии и онлайн-компоненты. Студия с восьмилетним опытом работы давно зарекомендовала себя лидером не только в Караганде, но и за его пределами. О секретах программы расскажет Фариза Улбаева. С каждым годом знания английского языка становятся все актуальнее. Язык требуется и школьникам, и выпускникам вузов для престижной работы, и топ-менеджерам для карьерного роста. На помощь карагандинцам спешит лаборатория результативных знаний по английскому языку ДНК-студию. Изучать английский здесь могут все желающие, начиная от 10 лет. Самое главное в данной студии обучение построено по технологиям работы памяти мозга. Мы своим клиентам даем, во-первых, такое хорошее условие, они выбирают время. То есть у них есть возможность подобрать под свой график. Мы работаем с 8 утра до 9 вечера. И также они могут подобрать либо заниматься индивидуально, либо в группе. И то группы у нас минимальные, то есть это максимум 6 человек, это мини-группы. И по субботам наши студенты занимаются, все, кто ходит сюда, на тренингах. Там занятия длятся от 3 до 6 часов подряд. И мы прорабатываем один из языковых навыков. Лимбо проходят как раз-таки тренинги, которые позволяют ускориться в обучении. Придя в студию, вы выбираете подходящий для вас уровень, с которым вас специально ознакомят. Далее для новичков предоставляется бесплатный пробный урок, благодаря чему человек понимает, какая программа ему больше подходит. Вы будете проходить меморайзинг, мемотехника, запоминание слов образами до 100 слов в час. Также в студии вы можете восстановить свой уровень английского всего за два месяца. Одним из таких клиентов стала Екатерина Шагапуддинова. Ранее она работала учителем английского языка. Но затем, после долгого времени, позабыла некие детали. За помощью пришла в данную студию. И сегодня, с начала учебного года, готова пополнить ряды профессиональных педагогов. Для меня это был, конечно, сначала шок. Потому что, ну, как можно представить себе, да, что за два часа можно там уучить 200-300 слов. Но, поняв, что вот ментальная методика, которую они оперируют, это самый хотим вариант. Потому что именно на себе я почувствовала, насколько эффективно работает, да, вот обучение в этой студии. Для тех, кто впервые будет обучаться английскому, до полного владения дается от двух до девяти месяцев. Такие результаты реальны благодаря тренингу по развитию памяти и скорочтению. Как отмечают в студии, результат виден на лицо уже с первого занятия. Главное, от своих учеников они требуют хорошей мотивации. Что касается взрослых, то мы работаем от четырех месяцев до девяти, тоже в зависимости от интенсивности, насколько человеку быстро надо. Но, скажем так, взрослому человеку шесть месяцев – это оптимальный временной разрез, когда он может выучить спокойно язык, особо сильно не напрягаясь. Мы работаем именно над восприятием речи, чтобы человек понимал, что ему говорят. Мы работаем над увеличением словарного запаса. Естественно, прорабатывается грамматика. Словарный запас мы даем через мнемотехники. Это специальная технология, которая позволяет заучивать слова максимально быстро. И наши студенты учат до ста слов в час. Самой юной ученицей является дочь Юрия Панкова. Он гордо отмечает, что дочь теперь отличается особым знанием английского. Она не только подтянула знания английского, но и улучшила память. И, в принципе, эффект от занятий виден. Моя дочка девяти лет, занимается уже третий месяц. И, в общем-то, как и запоминает слова, чего нет, не скажу я о школе. И, допустим, там, конечно же, преподают английский язык, наверное, все-таки не на должном уровне, скажем так. Но, в принципе, мы довольны. Надеемся, будем продолжать сотрудничество со студией. И, в общем, благодарны всему коллективу. Главная особенность студии в том, что обучение проходит по собственным учебным пособиям. Также дается возможность обучения в режиме онлайн. А для самых занятых предусмотрена программа обучения без домашних занятий. Студия с восьмилетним стажем продумала даже интерьер, где отсутствуют какие-либо картины, стенды и надписи, чтобы вы могли сосредоточиться только на занятии. Деньки и студию – это большая лаборатория, зарекомендовавшая себя не только в Казахстане, но и за рубежом. Ждет вас по адресу Ерубаева, 35, в центре города. Фариза Албаева, Толегин Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова